кстати хочу еще раз сказать спасибо огромное вам за помощь за то что вы помогаете деятельности вейкеры и деньгами и тем что вы делите знаниями делитесь всеми каналами что вы каждый урок распространяйте сейчас все больше и больше людей смотрят уроки и это очень очень приятно потому что это есть наша цель чтобы больше людей узнали о боди могли сделать выбор и человек делает выбор только в рамках своей системы координат дать системы своих знаний мы не можем сейчас сделать выбор поехать или не поехать в чем не знает что есть такая страна буркина фасо уже не может туда поехать то есть он про нее даже не слышал у него в его системе выборов нет нет этой страны у большинства людей они про бога вообще ничего не знают то есть у них знания воде это просто кроме слова бог они ничего не знают что за этим словом кроется тоже непонятно поэтому изучаем главное изучать а потом в телеграме нету звука вы говорите да а сейчас есть звук сейчас есть звук телеграме да но я говорил водную часть поэтому мы ничего в телеграме нет звука все сейчас появился звук в телеграме видите то же самое у меня например зрение не очень и вот очков часовой здесь не я чек то что он не видит, он не может это осознать. То, что человек не знает, он не может это осознать. Поэтому сейчас вот есть звук в телеграмм. Есть, есть, все. Открываем. Одиннадцатая глава. Притча царя Соломона. И здесь нам говорит царь Соломон очень интересную вещь. Мозней мирма туавата дуйной. В эвеншлема рецено. Значит, весы обманные, мерзость перед Богом. И камень, эвеншлема это как бы совершенная мера, совершенный камень. Его желание. Вот многие спрашивают, что люди учат в ешивах, да? Что люди учат в ешивах, в Талмуде? Там есть целое, целое, есть разбираются про то, какие есть обманы во взвешивании. Как могут обмануть, как могут недовесить, как могут и так далее. То есть, обычный человек, школьник заканчивает школу, да? Он не знает, что есть люди, которые обманывают в весах, что они вес ставят. Вот раньше какие были весы? Я еще помню, на рынке такой приходишь, вот эти весы было. Две чашки, две чашки такие. На одну кладут товар, на другую дирьки. Такие были маленькие дирьки. И добиваются того, чтобы они были одной, одного веса. Но если на товар, на вот эту вот чашку товарную, снизу приклеен был какой-то свинец или магнит, или что-то было приклеено. То есть, она была тяжелее изначально тяжелее, чем вторая чаша весов. То что получается? Вот, например, на эту чашу весов кладут яблочко, а на эту чашу весов кладут 100 грамм. И оно должно быть вместе, правильно? Но если тут уже было 50 грамм приклеено, то уже 100 грамм не перевешивает. Значит, надо положить 150. Продавец кладет 150 грамм, ровненько он говорит, ваше яблочко весит 150 грамм. С вас 3 рубля. Он обманул ровно на рубль. Потому что яблочко весит 100, и вот оно бы стоило 2 рубля. Понятно. Да? И вот он на каждом яблочке рубль зарабатывает. Зарабатывает, да? Вот эти вот работники торговцы, это были обычные воры. Они все вот эти вот, которые там чиновники, которые берут взятки и так далее. Это просто надо назвать вещи своими именами. Они воры. Они воруют у... Не у страны они воруют, да? Они воруют просто воруют у тех же людей, которые дали налоги там в эту страну. Теперь говорит Всевышний, что это мерзость перед Богом, да? Шлам Амеллах нам сообщил, что весы обманы и мерзость перед Богом. И совершенная мера, это когда честная мера, это его желание. Но задает Веленский Гаон очень в глубокий вопрос. Он говорит, если человек обманул, он нарушил. А если не обманул, так он просто не сделал зло. Почему тогда получается, что из этого мы видим, что если он нарушил эту мерзость перед Богом, а если не нарушил, уже он выполнил волю Всевышнего. Получается, что когда мы воздерживаемся от запрещающей заповеди, да? То есть, как в перте вот написано «ботель рецунхом и пне рацино», то есть убери свое желание перед волей Бога, «выу и вотель рациона хрим и пне рациноха», и он уберет желание других перед твоим желанием. То есть, не выполнение, не сделать преступление, потому что Бог запретил, это является одновременно заповедью, что ты выполнил волю Бога. Представляете, как Всевышний нам дает возможность очень сильно расти, даже когда мы просто воздерживаемся от преступления. Человек в шаббат не поехал куда-то, да, на пляж нам, например, да? Он не нарушил шаббат. В этот момент он выполнил волю Всевышнего, и он соединяется с божественным светом, который идет в шаббат очень сильно. Многие не понимают, зачем в шаббат воздерживаться от видов работ. Самое простое объяснение – это когда человек заходит в кинотеатр, то почему-то выключают свет. Но зачем выключают свет? И так можно было бы при свете смотреть, еще музыку можно было бы где-то включить, отлично было бы. Там музыка звучит, тут свет светит, тут телефон у тебя, и еще фильм ты смотришь. Но каждый нормальный человек понимает, что в таком формате ты фильм хорошо не увидишь. Ты не воспримешь фильм, который на экране, если ты не отключишь другие источники входа информации. То есть выключи свет, чтобы стало темно, чтобы было только экран освещен. Выключи звук другой, чтобы было слышно только с экрана. Убери другие отвлекающие источники информации, и тогда ты увидишь фильм как фильм. То же самое шаббат. Шаббат – это не просто отказаться от производительной деятельности. Когда ты отказываешься от производительной деятельности, в этот момент ты соединяешься с шаббатом и с этой божественной энергией, которую ты без этого почувствовать не можешь. Поэтому честный, совершенный камень, совершенная мера – это и есть желание Всевышнего. То есть это и есть заповедь Всевышнего. Очень здесь интересно, что мы все время пользуемся весами. Человек пользуется весами не только когда взвешивает яблочки на базаре. Человек пользуется весами так же, когда он принимает решение. Вот человек принимает решение. Опять же возьмем тот же пример. На шаббат ехать ему куда-то на море или куда-то, нарушать или не нарушать. И он говорит, я не могу не поехать. Не могу. Это называется обманные весы, потому что может. Если бы ему заплатили тысячу долларов, он бы из дома не выходил, бы сидел, бы не двигаясь. Сказали бы ему, смотри, у тебя зарплата в месяц сколько? Там три тысячи долларов. Тебе за шаббат за один будут платить еще дополнительно тысячу долларов, чтобы ты просто сидел шаббат и не двигался. Двенадцать часов. Просто сиди, не двигайся. Кушать будут давать. Тебе воду приносят. Кушать приносят. А ты сиди просто, книжку читай. Согласен? Я думаю, что процентов пятьдесят, не меньше, из тех людей, которые сказали только что, не могу не поехать и я шаббат не буду соблюдать. За тысячу долларов соблюдали бы, как миленькие. И все, кто переходят, кричат на демонстрациях, дайте нам свободу, автобусы в шаббат и так далее. Если бы им платили тысячу долларов за шаббат и говорили, выходи по воскресеньям на демонстрацию за то, что в шаббат автобусы не ходили, то они бы выходили бы тоже. То есть, когда человек принимает решение, нужно посмотреть реально на свое мышление. Так вот, просто со стороны. И перестать обманывать. То есть, весы обманы и мерзость для Бога. Совершенная мера – это его желание. Нужно быть честным и объективным в своем мышлении. Понятно, да? Не пользуясь вот этими формулами типа, если нельзя, но хочется, значит можно. Нет. Но если нельзя, но хочется, то это значит нельзя и хочется. То есть это, вот это называется совершенная мера. А также это нельзя, но хочется – значит можно. Нет. Это значит, что я иду против нельзя. Если я курю, я знаю, что я нарушаю, там, значит написано, что вредит здоровью. Я врежу своему здоровью. То есть, нужно быть максимально объективным и правдивным. Второй отрывок Второй отрывок говорит нам царь Сламон Следующую вещь Интересно, что вот с десятой главы Мы видим, что каждый отрывок Это отдельная формула И вы можете прямо записывать Формула номер один в главе Значит, мои выводы, раз Формула номер два, мои выводы Значит, вторая формула, второй отрывок Ба задон во его колонн Ве эт цнуим хохма Значит, переводится так Задон слово, задон Такое Слово, я помню, что Как-то слышал Такое слово в молодости, да Маздон Я никогда не понимал Я спрашиваю, что за Маздон такое Никто не знал, что такое Маздон Но вот, типа, про человека не очень хорошего Говорили, что он Маздон В Харькове Что за Маздон Ну так, в некоторых кругах так назвали Не очень хорошего человека, что он Маздон Тут и используется слово задон Пришел какой-то задон Уже по названию понятно, что это нехороший человек Задон этот И следом за ним приходит колонн Колонн это позор Позор Вет цнуим А скромным людям Скромным Им хохма Им мудрость Давайте разберемся Что это он нам хотел передать Значит, задон Потому что человек Потому что человек Категорично претендует на свою абсолютную истину Он, скорее всего, дурак Сын его спрашивает Папа, ты уверен в этом? Он говорит Абсолютно Абсолютно уверен, сынок Так вот, нельзя ни в чем быть абсолютно уверенным И когда приходит вот такой задон Который высокомерно абсолютно уверен в своей проводе То сразу же следом за ним приходит колонн Приходит позор Почему приходит позор Потому что на такого задона Обязательно найдется другой задон Который Вот меня всегда это успокаивает И я Вот вчера у меня было Я с одним там начал спорить Да И очень-очень Утром это было Ну, в общем, была Какая-то служба поддержки Шарут Служба по телефону И я с одним начал спорить И потом Все равно я ничего ему не доказал Все равно там Ну, то есть Я считаю, что я был прав Он считает, что он был прав Но я подумал, что я просто потерял время и нервы Почему? Потому что Есть в Израиле люди, которые очень любят спорить Которые прям настолько Они просто Я думаю, вот он Ну, сто процентов же сегодня Вот он нарвется на такого Который ему все скажет Ему все расскажет Про него Про его жизнь Про его вообще То есть Зачем мне было терять свое время Я все равно не выиграл в этом споре И если бы я вчера выучил этот отрывок Перед этим спором утренним Да То я бы, конечно, обратил внимание на вторую часть Что скромным Мудрость Это мы знаем Что молчание, золото Мы также знаем Что говорил Пертьевод Раби Шиман Он говорил так То есть это факт Что тот намного разговаривает Он кого-то обидит Где-то ошибется Где-то скажет неправильно Где-то свернет не туда И так далее Поэтому царь Солмон сказал Придет этот задон высокомерный Обязательно придет ему позор Как тут ни крути Нарвется И цнуим Скромным Будет мудрость Лучше в это время Понаблюдать Посмотреть Как бы, да Понять Осознать Что-то выучить Позадавать себе вопрос А что если так А что если так А куда так А куда так То есть Именно только Это все возможно В скрытности В скромности И в молчании Дальше Третий отрывок Третий отрывок Нам говорит Следующую формулу Тумат Ишарим Танхем Веселев Богдим Ишадем Значит Дословно переводится Это так Третий отрывок Дословно переводится Так Тумат Третий отрывок Веселев Богдим Есть люди Которые Селев Это вот такой вот Искривленный Богет Это тот Кто предатель Да Ишадем Она Шод это Грабеж Она их будет Грабить Значит Есть такие люди Которые Хитро Их называют Хитрожопы Иногда их называют Хитро Вот те Которые хитрожопы И потом их называют Хитро Не буду повторять Это слово Не очень хорошее Да Совсем не хорошее слово Которое потом приходит На их хитрую Вот это Взяли из этого отрывка Это объяснение Есть люди прямые Он говорит Я человек простой Я утром встал Сделал зарядку Помолился Поучился Поработал После работы Поучился Помолился И пошел Значит Отдыхать В промежутках Я выполняю заповеди Все Вот моя жизнь Я человек простой Прямой Знаю Что жить мне 70-80 лет Хочу в этом мире Прожить правильно И в будущем мире Тоже хочу Навечно Состаться Все У меня схема простая Я ничего не усложняю Есть другой Он хочет На двух стулях Высидеть И рыбку съесть И Все остальное Тоже съесть То есть Есть люди такие Вот которые Хотят Вот они Вот все Они что-то Они вымучивают Выкручивают Выверчивают Вот все Вот такие Вот есть люди Царь Самон говорит Смотри Простодушие Людей Оно Намного Это более Правильная Схема То есть В жизни Простодушие Прямых Оно будет Их вести По жизни А вот Эта Кривизна Кривизна Предателей Она Их в итоге Будет грабить Потому что Ну Все равно Он попадется Как ты Как Веревочка Не вейся Да Вот есть люди Которые Там не платят Налоги Которые Нарушают Закон Которые Которые Вот там Вот обманывают Перекручивают Адвокаты Все равно Рано или поздно Наступает Любой Обман Рассыпается У лжи Нет ног И любой Обман Любая схема Построенная На обмане Рано или поздно Она рассыпается Все Простота Прямота Это самая лучшая Стратегия в жизни Говорит нам Царь Саламон Четвертый отрывок Четвертый отрывок Продолжает Он Даже Тут не продолжает Он дает нам Просто разные формулы Прям Здесь можно конкретно Каждый отрывок Отдельная формула Представляете Какой сжатый формат Насколько вот эта мудрость Она в таком сжатом формате Четвертый отрывок Ло юиль Он Бьем Эвра Не поможет Вон Это имущество Имущество То есть Есть деньги А есть деньги Живых надо куда-то девать Если просто деньги Они Они Значит Ну есть люди Которые под матрасом хранят Потом эти деньги Там уже Советские рубли Они их отменили Скоро говорят Вообще все бумажные деньги Отменят Все время Как бы идет Сокращение Ну то есть Государство уже хочет Конкретно Так как Вся электронная Деньги Они прозрачные Сейчас вот этот искусственный интеллект За всем следят Уже все То есть Ты туда зашел Сюда зашел Все известно Деньги туда прошли Сюда прошли Все известно Я думаю Я думаю что еще пару лет Бумажные деньги Полностью исчезнут И все будет под контролем Государства Все будет прозрачно Все будет чисто Светло И все вот эти вот Серый рынок Черный рынок Все исчезнет И уже к этому Надо готовиться То есть Мы как раз Идем к Эпохам Ашеха Что Весь мир Идет к прозрачности Те страны Которые пытаются Ну Которыми управляют воры Они пытаются Эту прозрачность Убрать Потому что как только будет прозрачность Значит Все Все выйдет наружу Все преступные Нажитые деньги Спросят Откуда ты Министр Как было Знаете Там министр Еще Я когда уезжал Из России Да В конце 90-х годов В 2000-м году Я уехал в Израиль Меня возмущало Какой-то министр финансов Там Да Российского правительства Не помню как Кудрин по-моему был Он выходит С государственной службы Бах он миллиардер С какой радости Ты миллиардер У тебя зарплата Там 10 тысяч долларов В месяц Как ты можешь быть миллиардером В общем миллиард долларов Откуда И вот те страны В которых чиновники воруют Они конечно будут До последнего держаться Чтобы не Переходить на прозрачную Вот эту вот Электронную систему Но в принципе Имущество в день Эвра Это война Эпидемия То есть Когда идет Какое-то Такое Форс-мажорное Стихийное Бедствие Которое Ну Которое нельзя Остановить Это вот Эвра Слово Так имущество Когда идет Война Не помогает Да у моего Одного Приятеля Есть там В недостроенных 100 квартир Да у другого Там 26 тысяч метров Торговых площадей Но идет война В Украине И они сейчас Сидят вообще Без денег Ничего не сдается Ничего не заканчивается Все как бы То есть Вот это то Что говорит Не поможет Имущество В день Стихийного Бедствия Эвра Утздака Татиль мемавет Тздака Спасают от смерти Значит Но они-то живы Слава Богу Они-то живы И они живы За счет того Что все эти годы Когда у них были деньги Они давали цдаку И сейчас Они живут Слава Богу И один и второй Живут Хорошо Ну хорошо Относительно Того как они жили Понятное дело Что если сравнивать С очень С огромным богатством То у них сейчас меньше Но они живут В тех условиях В которых еще 100 лет назад Цари не жили В 911 году Я как раз считал В этот шаббат Любавические рыбы В Любавичах Да Электричества у него не было В 911 году Ходили с фонарями Вечером считалось Там хоронили Одного хасида Очень известного И это был Удивительный день Был в Любавичах Да Потому что Все шли с фонарями И в окнах стояли фонари И на улице Вечером Было светло Потому что Все были с фонарями С такими ручными Свечек А электричества Это не было Представляете 911 год 113 лет назад Всего А у них У обоих Квартира С электричеством Со стиральными машинами Значит Вообще Все у них есть Слава Богу Лучше чем Любавич в стире Божил 100 лет назад Теперь значит Ло-йо-иль Он быем Эвра В момент Вот этих стихийных Бедствий Имущество Не помогает Ацдака Это твой Духовный потенциал То что ты накопил Помогает Другим людям Она спасает От смерти Потому что Такие бывают События Такие бывают Вот прям Нюансы От которых Зависит Спасение Человека Значит Интересно Веленский Гаон Он чуть-чуть По-другому Объясняет Этот пасук Отрывок Глубже Он говорит Смотрите Есть у каждого человека День смерти Который Уже ты Все От него ты не спасешься Это Момент Когда приходит К концу Земное существование Человека Когда он Выходит Его душа Выходит Из этого тела Тело остается Здесь в земле А душа Выходит На следующий этап С его существования В Торе Это называется Третье рождение Потому что Первое рождение Когда душа Заходит в зародыш Второе рождение Когда зародыш Выходит В этот мир Из живота матери В человека И третье рождение Когда душа Выходит из тела Обогащенная Теми действиями Мыслями И поступками Которые Человек делал В своей жизни И вот Третье рождение Но по факту Тело Тело Умирает Это как раз Говорит Веленский Гаон Тоже здесь Второй смысл Второе значение Что не поможет тебе Имущество В день смерти Ничего Что ты наживал В этом мире Ты с собой Не возьмешь Ни одной Вещи В мотивы С собой не берут Не поможет Теперь Интересно Что когда-то Спрашивали Ротшильда Одного из Ротшильдов Сто лет назад Которые Очень много Жертвовали На государство Израиль Тогда еще не было Государства Израиль Тогда была просто Подмандатная Палестина Они покупали Здесь землю Помогали людям Сюда переехать Очень много Он жертвовал Чтобы Чтобы евреи Вернулись На землю Израиля Его спрашивали Этого Ротшильда А сколько у вас денег Вообще Вы такой богатый человек Он говорит Я вам могу Точно сказать У меня там В данный момент 30 миллионов долларов А люди знали Что у него 300 Ну не меньше Они говорят Не у вас же больше Чего вы там Скромничаете Он говорит Не-не-не Это имущество Оно не мое Это на меня записано Но Оно ко мне Имеет очень условное отношение А вот 30 миллионов долларов Это то что я отдал На дздаку На милостыню Да То что я помогал людям И это те деньги Которые Они навсегда Останутся со мной Именно эти деньги Говорит Веленский Гаун Спасают От духовной смерти Дздака Татсиль мимавы Дздака Спасают от духовной смерти То есть когда тело умирает В быем евро Вот этот все В момент уже Тело умерло Имущество не поможет То есть сколько было у человека Хоть миллиардер он умирает Хоть у него ничего не было Все умирают одинаково И вот момент Когда тело лежит Перед тем Как его будут хоронить Безжизненное тело Душа Она от тела Не может оторваться Первых 7 дней Она еще Между телом И Духовным миром Она Как бы Ну ей страшно А кому-то не страшно Кому-то Который всю жизнь готовился Он Называется это Манавар Ебок Он читает специальную книгу Переход через реку Ебок И И уходит туда Да Такие вот есть люди Которые в полном сознании Выходят из Этого материального мира Идут туда Так вот Здака Она спасает От духовной смерти Говорит Веленский Гаон На 4 отрывок Такое значение И последний Сегодня 5 отрывочек Сидкатамим Теашер Дарко Значит Здака вообще Само слово Здака Цедак Это справедливость Но мы привыкли Что Здака Это Милосердие Переводи Да Милостыня Это Здака Когда ты кому-то Помогаешь Хотя Хотя Почему словом Называется Здака Здака Это справедливость Потому что Справедливо Для человека Который получает От Всевышнего Все Что у него есть В подарок Справедливо Для человека Честно Помогать Другим людям Как бы Уравнивая Вот эти вот Потенциалы Тебе помогают Ты должен помогать Родители Тебя родили Вырастили Ты должен помогать Родителям Люди Например Всевышний Тебе дает Каждый день Дышать Тело работает Все системы Работают Все И тебе Всевышний Говорит Слушай Помоги Другому Ты говоришь Не Секундочку Я буду брать Но давать Я не буду Это несправедливость Поэтому давание Другим Оно называется Словом Справедливость Хотя по факту Это доброта И милосердие Ну мы привыкли В нашей системе Координат Называть Добрый поступок Милосердием Но по факту Это восстановление Справедливости И уравнивание Потенциалов Иначе Тот кто больше берет И из него не выходит То происходит Система ломается То есть тот Кто все время Только ест 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 А ничего не выдает Энергия там Например Просто не двигается То у него Что происходит У него то Что он получает Рушить начинает Его тело Он становится Жирный Больной Кривой Косой И так далее То есть если человек Энергию получает И выдает Он тренируется Делает упражнения И так далее То он выравнивает Потенциалы И у него отлично Поел Потренировался Тело там Все разобралось Куда строительный материал Направить Все он здоровенький Прямой Понятно Да идея Говорит нам Царь Самон В пятом отрывке Цитка Циткат Тамим Тешер Дарко Значит Вот это вот Милосердие Там это Такой простой Прямодушный человек Выпрямит Его пути Значит Мы не знаем Как правильно помогать Реально Человек не знает Вот есть Мы сделали Видео Которое Которое Новоикра Есть Что такое Цдака И что такое Десятина Как раз Дамир спрашивал Сейчас это видео Есть и на ютюбе По Пинкас Песной Он как раз Очень с этой темой Задумался Прямо Профинансировал Создание этого видео И есть сейчас Прекрасное видео Я вчера как раз Его слушал Полностью Разъясняются Законы Цдати И законы Десятины Потому что Тот кто не знает Этих законов Он будет помогать Но это может быть Вообще не помощь И неправильно Так вот Там Это тот Который не умничает А который говорит Вот же все написано Вот написано Китсур Жулханарух Есть люди Которые Из поколения В поколение Выверяли Каждые нюансы Этих законов Для которых Кроме служения Богу Ничего не было важно Чего буду ломать голову Я пойду Спрошу И сделаю Это подход Простого прямого человека И это выпрямляет Его пути Ему тогда не надо Сидеть думать Как мне поступить А может так А может так А может по другому Он тут поступил Но это идет Против его Какого-то другого Убеждения Тут То есть У большинства людей В голове хаос И их действия Могут прямо Противоположно Действия друг на друга Как пример Ну что Выпьем за здоровье И стакан яда В себя влил Что это такое Ну хоть пей тогда Не за здоровье Выпьем тогда За то Чтобы разрушилось У меня там Столько-то нейронов Чтоб завтра болела голова Давай Давай Это честно А так Выпьем за здоровье И значит Стакан яда влил Это же обман Вот у большинства людей В голове Вот такой вот Перекос Поэтому Сидкат Вот это вот Милосердие И справедливость Прямодушных Выпрямит их пути Убери шато И поля раша И в злодействии его Упадет злодей То есть Тут он нарушает Духовные законы Знает он о них Не знает Но если Бог назвал это злом И ты делаешь зло Которое является Объективным злом Потому что Бог Творец мироздания То сколько бы ты Называл это добром Сколько бы ты Ни говорил Что это все хорошо И все правильно Я имею право Каждый человек Выбирает Кто такой Бог Кто такие люди Есть объективное зло Объективное добро Как есть таблица Менделеева Как есть электричество Как есть законы Там Всемирного тяготения Сохранения энергии Также есть Объективное зло Поэтому Злодей Берри Шато И поль раша В злодействие свое Упадет злодей Все Хорошо друзья Все На этом мы заканчиваем Сегодняшний урок Еще раз Спасибо вам за то Что вы учите Тору Спасибо вам за то Что вы делаете выводы И потом этими выводами Делитесь в комментариях Огромное спасибо вам За то Что вы потом делитесь Уроками Со своим окружением И еще больше Вам огромнейшее Огромнейшее спасибо За то Что вы помогаете Платформе Воикра Вы развиваете Развиваете Вот это вот Возможность Для людей Узнавать о Боди О Торе И Очень Если у вас есть Какие то еще идеи Как помогать Какие уроки Инициировать Может быть У вас есть Там вы хотите Каких то лекторов Особенных Может вы сами Уже готовы Проводить лекции И рассказывать О своем пути Как вы вернулись К Богу Пожалуйста Связывайтесь С Яковом Шатадиным И Предлагайте Предлагайте Потому что Как бы Каждый человек Он Со-творец Со-создатель Того мира В котором мы живем Если мы хотим Чтобы было хорошо Вокруг И внутри То нужно Менять себя В первую очередь И менять мир К лучшему И тогда будет мир Обязательно молимся За то Чтобы наступил мир Прямо сегодня Что решить вопросы Можно без убийства людей Мне кажется И надо остановить войну В любом случае И мирным путем Переговорами Решать Какими-то Какими-то вопросами Решать Решать То есть То что люди Умирают Это не вернуть И это очень страшно Поэтому Я молюсь каждый день Чтобы быстрее наступил мир И Все остальное Вернется Все Все остальное Будет хорошо Все Всем Хорошего года Хорошего дня Очень жду Ваши комментарии И Всем огромное спасибо Счастливо Так Отлично У нас уже Видите 61 человек В ютюбе 51 в телеграмме И 71 В фейсбуке То есть Всего у нас уже Почти 200 человек Одновременно Учат Торо И это прекрасно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому